Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Закажу и покажу». Сегодня будет распаковка смартфона Cubot Note S и защитного стекла к нему. Если кто помнит, была у меня уже распаковка такого смартфона, был он на канале. Такой он пришёл, утопленник, так скажем, в сырой коробке, не знаю, там морем плыл или ещё что-то. Каким-то образом пришёл, коробка была сырая, она сквозь мокрая, но сам смартфон до сих пор без проблем всё работает. Ладно, если кому интересно, тоже посмотрите. Это уже второй смартфон данной фирмы у меня на канале. Давайте откроем. Тут, судя по всему, всё хорошо, хотя я с продавцом. Покупал у этого же продавца, вроде разговаривал, просил упаковать получше, но в итоге как в стенку горох пришёл также в такой же упаковке, тупо пакет. Ну, вообще похабная, конечно, упаковка, но цена у него самая хорошая. Покупал на официальном магазине Cubot на Алиэкспрессе. Значит, смартфончик стоил 80 долларов, продаётся ценил в 50, дошёл смартфон за 12 дней. Давайте откроем. Ну, здесь у нас всё хорошо, всё прилично. Чёрный, 5,5 дюйма, 1280x720, IPS с OGS, так, процессор MT, MTK6580, 1,3 ГГц, Android OS, так, 2 ГБ оперативный, 16 встроенный, поддержка microSD-карт до 32 ГБ, значит, камера основная на 8 и фронтальная на 5, это интерполяция. Вот, ну, вроде всё по коробочке. Ладно, давайте открывать. И вот в прошлый раз пришла вот эта вся верхняя крышка, она вся просто была сырая, вот, то есть, всё было сырое, как-то вот прям размокшая такая коробка, ну, со смартфоном, фу, всё было хорошо. Ну, если кому интересно, зайдите, посмотрите. Давайте откроем. Видно, что никто ничего не открывал, не проверял. Да, всё, как всегда здесь всё. Давайте просто его с ним не будем. Здесь у нас ещё защитная плёточка, чехол уже одетый. Давайте снимем чехольчик. Хороший, приятный смартфон, мне он очень понравился в прошлый раз. Это заказал также приятелю, вот. Нормальный и отличный смарт за эти деньги. Единственное, что лично, я, может, даже себе бы такой взял в постоянное пользование. Единственное, что вот лично мне у него не понравилась, это камера. Камера, конечно, здесь слабоватенькая, вот. Но, в целом, смартфон хороший, в целом. Смартфон приятный, пользуются ему, как, по крайней мере, люди, которым я предыдущий купал, остались довольны и смартфон только радует. Давайте отклеим защитную плёточку. Здесь очень хороший аккумулятор, идёт на 3.8 вольта, 4150 мА. Давайте внутри у нас здесь посмотрим. Так, EMA, 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 EMA здесь нету, или вот. EMA совпадают. Значит, две сим-карты microSD, ой, microSIM и одна, один слот под карту памяти microSD. Так, вставляем и включаем. Всё, загорелся. Давайте закроем. Опять же, блин, мне не понравилось, что в прошлый раз пришёл смартфон с коцкой на корпусе, вот здесь вот на крышке, что в этот раз, не знаю, то ли так, блин, на сбор, во время сборки их так мацают не очень хорошо, что они приходят с царапинами на крышках. В прошлый раз была и в этот раз тоже, хотя вот сами видели, да, всё было запаковано. Так, давайте откроем. Дисплейчик здесь очень хороший, мне понравился, как я уже сказал, да, с OGS, примена OGS технология. Вот яркость на всю, вот яркость минимум. Давайте на минимум оставим. Или вот так вот, хотя бы, вроде вам видно. Обычно, по сути, Android здесь только вот так немножко ярлычки переработано, а так здесь, в принципе, всё то же самое. Ничего. По внешнему виду, да, крышка, в принципе, ну, такая не очень маркая. Камера на 8, это интерполяция реальных 5, вспышка ординарная. Сверху у нас зарядка идёт microUSB для зарядки, джек 3.5, справа качелька громкости, кнопка включения-выключения. Снизу у нас ничего нету. Вот. И очень мне понравилось решение, вот здесь вот, есть маленькая такая дырочка, здесь у нас разговорный микрофон. Очень интересное решение. Сверху у нас идёт разговорный динамик и фронтальная камера, ну и датчик, соответственно. Так, давайте что-нибудь сфоткаем. Сейчас быстренько. В принципе, камера такая, ну, нормальная, как я уже говорил в прошлый раз, да, делать какие-то дежурные снимки, какое-то там объявление сфотографировать, ну, или вот что-то в этом роде. То есть, для этих целей она, ну, в принципе, пойдёт. Но какие-то художественные снимки, скажем так, скажем, с этой камерой не получится. Видимо, автофокус такой немножко вяленький, ну, хотя он есть. Так, ну, вот, в принципе, по тексту. Ну, видно, видно, что как будто это, ну, кистью нарисовано, если увеличивать уж совсем. Ну, в целом, смартфончик достойный, мне он понравился, по крайней мере, в прошлый раз. Так, по комплектации у нас тут идёт блочок зарядки и кабель. Ну, вот сам блочок, видим, что уже его вскрывали или проверяли, или, может быть, даже пользовались, не знаю. И кабель тоже уже доставали, походу. Видно, что плёночка какая-то такая. Не знаю, не очень мне-то продавец нравится. Вроде отсылает быстро, вроде всё нормально. Ну, вот, говорю, уже второй смартфон, первый же вообще был чуть ли не утопленник. Этот вот, там также были коцки на задней крышке. И здесь вот как-то не очень аккуратно. Либо сам продавец так обращается неаккуратно. Не знаю. Ну, всё, китайского софта здесь минимум. Play Market стоит. То есть, сервисы Google установлены. Давайте, что ещё? Звук послушаем. Так, звук. Так, давайте язык поменяем. Также мне здесь понравилось ещё в плане прошивки. Здесь достаточно хорошая мультиязычная прошивка. Русский, всё прямо переведено отлично. Претензий в этом плане нет. Так, всё. Вот, видите, да? Всё неплохо. Так, звук. Так, давайте. Громкость на всё. И рингтон. Можете слышать. Хороший такой средний динамик. Мне нравится. И громкость нормальная. По крайней мере, в шумном месте, я думаю, звонок вы точно не пропустите. За эти деньги динамик просто отыгрывает отлично. Ну, всё, вроде я больше тут нечего показать. В любом случае, распаковка данного смартфона также ещё на канале есть и есть обзор. В целом, хороший смартфон за 80 долларов, напомню. Продается на Алиэкспресс. Ладно, давайте откроем дальше у нас чехол. Ой, стекло защитное для этого же смартфона. Стоило стекло 2 доллара. Дошло за 20 дней. Но покупалось не конкретно для этого смартфона, а для предыдущего, который я уже покупал, который была распаковка на канале. Поэтому клеить я сейчас вот прям его не буду. У нас тут салфеточка, значит, важная для протирки. Сухая, финальная. И вот эти вот стики для... Так, а стекло-то у нас разбито. Ай-яй-яй. Как можете видеть, стёклушка пришла в хлам. Ну вот как-то вот так вот оно должно было быть. Оно, кстати, не по размеру, чуть-чуть меньше. Вот. Потому что здесь примена технологии 2.5. И если оно будет по размеру, оно тупо будет вылезать за края и не приклеится. Да, друзья, очень-очень-очень обидно. Но вот такой вот косяк. Стёклушка пришла в хлам. Просто убитое стекло. Обидно. Хотя вроде упаковка, сами видите, да, неплохая. Ну, видно, что вот, да, сминали. То есть вот. Жаль, 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 жаль. Приходили мне стёкла и в худшей упаковке, но приходили все целые. Ладно, что, будем открывать спор. Будем возвращать деньги у продавца. Ну, вот такая вот была. На такой печальной ноте мы закончим данную распаковочку. Смартфончик, я ещё раз повторюсь, очень хороший за эти деньги. Порекомендовал бы тем, кому затрец, кому не очень нужна хорошая камера, кому просто нужна хорошая звонилка с отличной автономностью. Ну, и также в игры, в простенькие здесь поиграть можно. Смартфон не глючный, всё работает отлично. Вот, советую к покупке. Классный смарт. Просто вот, ну, от этой фирмы меня только радует. Ладенько, давайте всё закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ждите новых видео. Всем спасибо, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok